Глава СК Бастрыкин раскритиковал увеличение числа оправдательных приговоров. Ух ты, вот это поворот. Кстати, знаете, сколько оправдательных приговоров в нашей стране вынесли в текущем году? Менее одного процента, однако. Руководителя Следственного комитета даже такая цифра насторожила. Что ж, видимо, подобные приговоры вообще в скором времени будут отменены. Российская судебная система окончательно превратится в карательную. А хотя, ответьте честно, кто-нибудь из вас удивился. Посему... Начинаем! Тем временем на загнивающем Западе. Популярный французский журнал «Новый обозреватель» опубликовал большую статью о пытках в РФ на основе материалов независимого расследования издания «ГУЛАГУ.НЕТ», признанным агентом. А также основателя проекта «Русь сидящая» Сергея Савельева объявлен у нас международный розыск по линии Интерпола. Итак, украшает обложку журнала фотография президента всея Руси Владимира Путина на фоне одного из сталинских лагерей, а также надпись «ЛЕ РИ ТУР ДУ ГУЛАГ». Возвращение ГУЛАГа в дословном переводе «Да». Да, друзья, это снова о нашей стране. Мы снова прославились на весь мир и опять не балетом, не спортивными или научными достижениями, не полетом человека в космос с очередной мерзостью. 22 года вставали с колен, оправлялись от бандитского беспредела 90-х, оправились, блин. Но, это не самое главное, чем же на это ответила скрепдержава, как думаете, никогда не догадаетесь. 8 декабря Верховный Главнокомандующий своим указом присвоил звание генерал-майора начальнику ГУФСИН России по Иркутской области Леониду Сагалакову, фамилия которого тоже мелькала в данной скандальной истории, конечно. Можно сейчас говорить о том, что Сагалаков руководит Иркутским ФСИНом всего ничего с марта 20-го, то есть меньше года, но факт остается фактом. Громкое, резонансное дело, которое потрясло всю планету без преувеличения, потрясло. Которое на протяжении нескольких месяцев находилось в топе новостных лент, к сожалению, не наших. О которых писали, да продолжают писать. Вот в такой ситуации, как мне кажется, в демократической стране хотя бы видимость бурной деятельности нужно попытаться изобразить, я не надеюсь. Ни на какие расследования и орк-выводы, потому что ну хотя бы видимость можно было создать, мол, будем разбираться. Крикнул бы тот же Владимир Владимирович Икага, бросил ручку на стол. Нет. Напротив, в Кремле продемонстрировали полное равнодушие, как будто речь идет о каком-нибудь прогвае. Государственные СМИ ни словом, ни полсловом, а затем и вовсе. Раздача наградных слонов началась с браво, что я могу сказать. Мы строили, строили и наконец приплыли. Это реальная журналистика. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А еще из России продолжают вывозить ценности. В данном случае речь идет о золоте, которого в уходящем году из страны утекло больше, чем было добыто. Но обо всем по порядку и так. За период с января по октябрь объемы вывоза ценного металла составили 240 с лишним тонн. В то же время, по данным Минфина, добыли этого самого золота только 218 тонн. Плюс там еще немножко образовалось в качестве попутной добычи и нет бы нам порадоваться успехом. Но слитки с отечественных заводов полетели почему-то в сторону враждебной нам Европы, главным образом в Британию. Теперь как это объясняют специалисты? Экспорт, говорят они, начался, поскольку ЦБ отказался пополнять свои закрома в смысле активы. Но я бы добавил сюда еще одну совершенно несущественную деталь. Специалисты почему-то забыли, что совсем случайно полгода назад правительство разрешило экспортерам вывозить драгметалл из скреп державы в любых объемах. То есть сколько унесете и даже начали выдавать генеральные лицензии на этот ратный подвиг. С неограниченным сроком действия. А еще в июле Владимир Путин смягчил требования валютного контроля для такого рода бизнесменов, сказав, ладно, все деньги, вырученные от продажи цвета, мета и зерна, за бугром можете оставлять там же, за бугром, в их банках. Совпадение? Да, совпадение. А если серьезно, слушайте, вот что из России еще не вывезли? Ученых и научные разработки вывезли. Помните, как поэтично ответил на это Песков? Да зачем они нам? Нефть, газ и лес тоже вывезли. Вывезли за 30 лет на сотни миллиардов долларов, если не на триллионы. В страну при этом не вернулось почти ничего. Сейчас вот золото и зерно вывозим. Воду из Байкала и ту вывозим и снова по схеме One Way Ticket. Да пусть забирает на здоровье, я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Ребята, детям-то нашим что останется? Ядерные отходы на Урале, куча мусора в Сибири, загаженное Черное море на юге, а еще куча долгов и церквей на местах разрушенных заводов, колхозов, совхозов. Ах, да, чуть не забыл, конечно же, еще останутся теплые воспоминания о том, как тысячу лет назад предки атаки половцев и печенегов отражали. Вот такое наследие мы хотим оставить своим детям. Хотя, зачем нам об этом думать, верно? Главное, что деды воевали, а еще не забыть пропустить 135-ю ревакцинацию от Гинсбурга с Голиковой. Вот это по-настоящему важно. И как только Россия жила 2000 лет без этой замечательной вакцины, ага, а еще без Путина, ну помним же, да? Нет Путина, нет России. А может, ее и правда до него не было? Надо подумать. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Кстати, пару слов о председателе Госдумы, хочу сказать, которого без преувеличения можно было бы назвать героем года. Ведь именно Володин в ноябре сделал громкое заявление по поводу скандального закона проекта о QR-кодах. Мы не можем принимать таких важных решений, почти цитирую, не посоветовавшись с гражданами. И отправил инициативу на обсуждение в регионы. Именно Володин открыл в своем телеграм-канале функцию возможности писать комментарии ему лично по вопросу той же самой инициативы. Получил за два дня более полумиллиона сообщений. Ну не герой, а! Правда, геройство закончилось, как обычно, так и не начавшись. Вся Россия практически единым фронтом выступила резко против. Введение данных ограничений, огромное количество митингов и пикетов мы наблюдали. Люди собирали подписи, записывали видео, обращения для соцсетей, ходили в местные ЗАГС, собрания и даже суды. А что в итоге? А в итоге региональные и региональные парламенты все равно проголосовали за... Сам Володин вообще слился! Теперь уже переведя стрелки на правительство, дальнейшая судьба законопроекта, сообщил спикер Госдумы, будет зависеть от того, какие ему оценки дадут члены Кабмина. То есть туда все вопросы, там все ответы. Ни о каких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речи не идет. Речь идет, и я специально прочла название этой статьи, о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем, и при этом нужно сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и, помимо всего прочего, добиться снижения заболеваемости. Илья, и вот это принципиальный момент, что речь идет именно об оказании услуг. Сам же QR-код это решение чисто техническое. Знаете, есть такое простое русское слово лицемерие. Так вот, лицемерием называется отрицательное моральное качество характера, и его подлинная суть заключается в заведомо безнравственных действиях человека, которым приписывают псевдоморальные мотивы, возвышенные цели, идеи, к чему и это. Да нет, я уже даже не про закон о QR-кодах, вот о другом хотел сказать. Сейчас покажу вам видео, обратите внимание, что на этих кадрах Вячеслав Владимирович общается с людьми безо всякой маски на лице, а меж тем, на днях Верховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие данного предмета даже по фотографии. Юля в крайней программе об этом рассказывала. Кстати, председатель Госдумы был одним из тех, кто также согласился, маска это не роскошь, а средство передвижения в современном мире, здоровье окружающих прежде всего и... С людьми так не надо, мы, как сказать, народы, которые любят нашу страну, уважают нашу власть, и, пожалуйста, давайте будем друг к другу относиться с уважением и чтить вообще все наши традиции, память наших предков, которые боролись против сегрегации и победили, и не будем сейчас возвращаться к той точке, от которой так вообще было всем тяжело. Договоримся. Ну, в общем, ребята, вы сами все поняли, да? Продолжать не хочется. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Подписывайтесь на канал, лайки-ка, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока!